Всем привет, дорогие друзья! С вами Татьяна Кузьмина и проект Фоберлик Реалити. Сегодня мы с вами будем говорить на тему магнитного рекрутинга, о том, какие же есть плюсы у этого метода и какие же есть минусы. А минусы есть абсолютно у любого метода рекрутинга, какой бы мы с вами ни взяли. Будь то бесплатные методы рекрутинга, будь то платные методы, у каждого есть свои плюсы и есть свои минусы. И вот сегодня как раз мы поговорим про магнитный рекрутинг с той точки зрения, о каких же у него есть и плюсы и минусы. Конечно же, я не зря использую основным этот метод в своей практике, потому что он действительно приносит мне очень хорошие плоды, очень хорошие результаты, когда в команду приходят именно заинтересованные партнеры, и приходят они на бизнес, на заработок. Не просто люди, которые хотят пользоваться продукцией, льготные покупатели. Нет, таких людей меньшинство с этого метода, а приходят именно бизнес-партнеры. То есть этот метод заточен именно на бизнес. И при этом я действительно ни за кем не бегаю, я никому не пристаю, не спамлю в социальных сетях. Люди сами меня находят в интернете, а я создаю такие условия на своих ресурсах в интернете, которые привлекают ко мне мою целевую аудиторию. И это очень здорово. И это самый большой плюс. Вот согласитесь, классно же, когда ты сидишь дома, например, или где-то отдыхаешь. Или вот как у меня была последняя регистрация, когда я шла на фитнес, и по дороге слышу у меня телефон за плечами в рюкзаке, и он клацая там, чувствую, какие-то сообщения идут. И в дороге мне неудобно снимать рюкзак, смотреть телефон, но в принципе я это не делаю. А вот когда я пришла на фитнес уже заниматься в зал, то, естественно, открыла телефон, посмотрела, что же там у меня отренькало всё это время, пока я была в дороге. И на самом деле в это время ко мне прилетела регистрация. И девочка уже активно начала меня искать в интернете, в мессенджерах, и при этом не может найти меня в Телеграм. И я не могу ничего понять, в чём дело, потому что она мне написала уже в комментарии под видео, что я зарегистрируюсь к вам в команду, а не могу написать вам в Телеграм, не могу вас там найти. И когда я посмотрела, под каким видео был этот комментарий, оказалось, что видео было записано аж два года назад. Представляете, вот даже такой срок давности видео продолжают работать на меня, контент продолжает работать в этом направлении в плане рекрутинга. И в этом видео, в описании, я всегда под любым видео оставляю свои координаты. А вот именно под этим видео были оставлены координаты на Телеграм. Старая ссылка, она раньше у нас работала, потом Телеграм поменял, в общем-то, вот эти координаты, и, соответственно, ссылка уже стала битой. И я не все ссылки успела под видео поменять, в основном под новыми, под последними видео я ссылки, естественно, поменяла. А вот те, которые уже были давно записаны, ну, там просто физически невозможно, у меня более 1300 видео на канале. Сами понимаете, что ручками это сделать, ну, как бы сложно. И вот такая ситуация получилась, что девочка ищет меня по тем контактам, по той активной ссылке, которая есть на Телеграм, и она оказывается битой, она не может меня найти. Хотя, вроде бы, там и телефоны есть, но, в общем, что-то не срослось. Я это, к слову, о том, что классно, вот я занимаюсь теми делами, которые мне необходимы. Мне не нужно специально для этого выделять время, чтобы найти человека, чтобы там его как-то зарекрутировать, отправить ему сообщение, пообщаться с ним и так далее. Да, то есть это все-таки время, сами понимаете. А человек сам меня нашел, сам прошел по ссылке, которую я оставила под видео, сам зарегистрировался и уже сам начал активно на меня выходить. Ну, круто же, мы не мечтали это сетевика. Конечно же, мечта любого сетевика, когда ты занимаешься своими делами, а бизнес идет сам собой, да, как бы особо без твоего участия в нем. Хотя, конечно же, участие, оно будет присутствовать, безусловно, потому что без вас и без меня мои ресурсы в интернете работать не будут. Если я не буду публиковать контент, то и люди ко мне приходить не станут, да. То есть вот самый большой плюс именно метода магнитного рекрутинга – то, что люди сами приходят к нам, и не просто люди, а именно целевая аудитория. И именно осознанные партнеры, которые конкретно идут на бизнес, идут на заработок, и это очень здорово. Потому что одно дело найти льготного покупателя – это несложно на самом деле. Просто вот показал страницу из каталога, последнюю страницу, на которой у нас прописана акция с подарком, да, и человек загорелся. Да, хочу получить вот такой стиральный порошок и салфетки-ловушки. Что для этого нужно сделать? У него у самого возникает такой вопрос. И у меня, кстати говоря, тоже одна из последних регистраций из офлайна была такой. Когда я сама обратила внимание вот на этот подарок у своей клиентки, и она загорелась, говорит, хочу, что для этого нужно. Ну а что нужно? Просто оформите свой личный кабинет и сделайте заказ на полторы тысячи рублей в ценах каталога, и все будет вам счастье. Вот это одна сторона медали. Когда приходит льготный покупатель, он может совершить разовую покупку, может эпизодически совершать покупки. Но каждый каталог, из каталога в каталог, он с большой долей вероятности эти покупки совершать не будет. Просто льготные покупатели делают покупки только тогда, когда им это необходимо. А вот если человек пришел конкретно на заработок, на бизнес, если он понял суть бизнеса, прошел наше командное обучение и идет в плотном сопровождении от своего наставника, то, соответственно, конечно же, у него правильная картинка в голове, он понимает, что здесь нужно делать. И, естественно, первое, что необходимо делать, это научиться организовывать свой личный товарооборот минимум в 50-100 баллов. И, естественно, он каждый каталог будет выполнять эти действия, иначе компания не будет платить процент с организованного товарооборота. И более того, этот человек заинтересован в привлечении новых льготных покупателей к себе в команду, в привлечении бизнес-партнеров к себе в команду. То есть получается, что однажды мы поработали хорошо с человеком, со своим партнером, дали ему возможность активничать, развиваться в бизнесе, предоставили ему инструменты, помогаем ему нашим сопровождением, наставничеством, и он начинает развиваться. Получается, что ему хорошо, потому что у него образуется товарооборот, и он получает с этого товарооборота процент, и нам хорошо, наставникам, потому что этот же товарооборот, он также в копилочку нашего группового товарооборота. Ну круто же, то есть не надо нашим бизнес-партнерам напоминать о том, что каждый каталог нужно совершать какую-то покупку. Они понимают, что им это необходимо, зачем это им нужно делать самим. Это очень здорово. И вот магнитный рекрутинг, он как раз работает на то, чтобы привлекать вот таких осознанных, уже более подготовленных партнеров к нам в команду. И наши ресурсы в интернете, вот в чем плюс еще наших ресурсов, в том, что на них люди не просто приходят как на личность, то есть на этих ресурсах, не просто вот я им понравилась как бизнес-вумен или, в общем-то, как человек в том числе, да, то есть они не просто на меня пришли, они еще приходят и на ту информацию, которую я им даю. А эта информация является в большинстве своем обучающей. Разного рода есть информация, и как правильно вести свои ресурсы в интернете, этому мы также обучаем в команде, но в том числе и вот такая полезная информация, которая развивает наших партнеров. И даже если пришел на мой ресурс, например, на мой канал YouTube, совсем зеленый новичок, и он пришел просто на меня как на человека, ему интересна моя подача видео, то он начинает вовлекаться в этот процесс, потому что все правильно устроено у меня на канале, есть оптимизация видео, и мой канал уже продвигается, то есть я все для этого уже сделала. И он начинает вот кирпичик за кирпичиком получать информацию относительно бизнеса. И в какой-то момент, даже если он пришел на меня, он начинает проникаться этой информацией, вникать в нее, начинает уже обучаться и в какой-то момент созревает и регистрируется в команду или пишет заявку в команду. То есть вот так это работает. Это самый большой плюс, что на своих ресурсах мы не только позиционируем себя, вот развиваемся с точки зрения личного бренда, а еще мы и даем много полезной информации, которая в том числе развивает и нашу целевую аудиторию, которая приходит на канал и которая в конечном итоге становится уже осознанной, и осознанно нажимает на кнопочку зарегистрироваться в команду Фобергик Реалити и выбирает наставника. Это вот самый большой плюс. Еще один плюс, то что это бесплатный метод. Это абсолютно бесплатный метод, если правильно все применять, если действительно пройти обучение и все грамотно делать на своих ресурсах, причем это можно делать не только на канале YouTube, а можно делать вообще в принципе в любой социальной сети, используя метод видеомаркетинга, и это очень круто работает. Везде, где бы вы ни находились, главное все правильно делать. И все это можно делать абсолютно бесплатно. Вот я ни рубля, вообще ни копейки не вложила в свой канал на YouTube, и более того, наоборот, он мне приносит доход. Вот раньше, когда была такая возможность получать этот доход, я еще и дополнительную копеечку имела с своего канала, хотя он еще и не слишком большим был, да? И сейчас он еще небольшой, он растущий канал. У нас на канале уже более 10 с половиной, там 10-700, что ли, тысяч подписчиков, уже скоро будет 10-800. То есть канал растет, потому что я в этом направлении все правильно делаю, потому что я пащу контент и делаю это с постоянной регулярностью. Ну и еще один большой плюс. Я уже сегодня вам рассказывала вот эту историю, что видео, которое я однажды записала, и это было два года назад, это видео до сих пор прокручивается на моем канале, до сих пор идут просмотры, там уже порядка 6 тысяч просмотров на этом видео за два года, да? Хотя оно чисто бизнесового плана, и бизнес, вот такие видео с бизнесовой тематикой, они имеют худшие просмотры, потому что это специфика, да? То есть телевая аудитория не такая уж и большая в этом смысле. И тем не менее это видео уже более 6 тысяч просмотров, ну не более, около 6 тысяч просмотров набрало, будет, значит, и более оговорочка по Фрейду. И, соответственно, оно продолжает работать на меня, раз оно привело в команде ко мне заинтересованного осознанного партнера. Причем это пришел уже человек с опытом в сетевом бизнесе, и зачастую магнитная регистрация приводит именно людей, которые имеют опыт в сетевом, которые либо уже себя попробовали у них, не получилось, или которые осознанно поменяли компанию, команду, да, или наставников другой компании, если он их не устраивал и так далее, да? То есть вот здесь такой момент. Поэтому видео, которое однажды мы создали, и если мы его правильно оптимизировали, если это видео в рейтинге YouTube занимает где-то уже, ну, приличная позиция, оно откручивается, и оно постоянно находится в ранжировке ленты YouTube, то, соответственно, оно будет работать и продолжать работать на блогера, который это видео опубликовал. И неважно, когда оно было опубликовано 3 года назад, 4 года назад, 2 года назад, или вот свеженькое видео, да? Если все правильно сделано, оформлено, то оно будет работать на вас. Это тоже очень здорово. Ни одна социальная сеть не может этим похвастаться. Ну, например, сколько живет пост в Instagram? Да считанные секунды. Вот вы опубликовали пост, прописали хэштеги, он тут же провалился в эту ранжировочную ленту, и где-то уже внизу оказался, и все, больше ваша аудитория не увидит этот пост. А вот на YouTube все немножечко по-другому устроено, я даже бы сказала, множечко по-другому. И сам YouTube заинтересован в продвижении наших видео, и это очень круто. И это, я считаю, что самые большие плюсы, вот то, что я вам сейчас назвала, метода магнитного рекрутинга, за что я его очень люблю, ценю, и он мне действительно на постоянной основе приводит заинтересованных в бизнесе партнеров. А теперь давайте поговорим о минусах. Они же тоже есть, да, и умалчивать об этом, естественно, не стоит. Я периодически в своих видео на бизнес-тематику об этом говорю. Один из таких минусов заключается в том, и, пожалуй, самый, наверное, большой и основной, что этот метод нужно раскрутить. Да, впрочем, как и любой другой. Вот везде нужно набить свою руку, чтобы пошел поток регистрации, чтобы люди к вам стали регистрироваться в команду. Только когда вы активничаете, да, применяете активные методы рекрутинга, сами пишете людям в личку, я имею в виду онлайн, да, или в офлайне сами активно выходите на людей, там, раздаете каталоги, листовки и так далее, разные методы есть, мастер-классы и прочее, то там вы задействованы полностью, да, то есть ваше время, ваша активность направлены именно на то, чтобы привлечь к себе свою целевую аудиторию. И там результат будет быстрее, потому что, ну вот, он произошел контакт, да, нет, и, соответственно, вы уже имеете тот или иной результат, да, или же регистрация уже может быть при активном методе сразу, да, или же наоборот отказ, или в спам вы улетите, да, и заблокируют вашу страничку, тоже вот такой очень отрицательный момент, но при этом вам очень много нужно там молотить, то есть охвата просто бешеная совершает, по 300-500 сообщений в день рассылать, если вы работаете вот таким активным методом спама, например, жесткого спама, да, там вообще сумасшедшие охваты должны быть, то есть это вот ваши мозоли на пальчиках, вы стучите по клавишам, и причем очень много негатива идет в плане того, что банят ваши без конца страницы, сейчас спам вообще очень плохо работает, он никогда не работал хорошо, сейчас очень плохо, поэтому как бы есть другие активные методы, более интеллектуальные, более осторожные, то есть при желании мы также можем научить работать этими методами и обучаем, есть у нас прямо инструменты, готовые для работы таким методом, то есть этому всему можно научиться. Так вот, в методе магнитного рекрутинга самый большой минус заключается в том, что регистрацию вы не получите здесь и сейчас, опубликовали одно видео на нераскачанном канале, да, и сразу к вам пошли регистрации, и люди сразу начали писать в личку и проситься в команду, нет, такого не будет, для того, чтобы это произошло, нужно время, нужно, чтобы вы сначала отдали себя, частичку себя, вложились своим временем, своими усилиями, интеллектуальными способностями, да, потому что создать видео – это интеллектуальные способности, смонтировать видео – это интеллектуальные способности, это энергия, это и физические усилия, я порой, знаете, записываю видео, так с меня 10 потов сойдет, да, то есть это действительно очень такой энергозатратный процесс, Это тоже нужно иметь в виду, и это тоже может быть одним из минусов. С другой стороны, этот минус всегда можно перевести плюс, потому что здесь ты постоянно развиваешься. Если тебе не хватает каких-то навыков, ты их начинаешь совершенствовать, ты ищешь информацию, ты начинаешь развиваться, и постоянно идёт вот такое развитие. Кстати говоря, очень большой плюс метода магнитного рекрутинга как раз заключается в том, что ты развиваешься личностно, и внешне ты меняешься, потому что ты обязана держать себя в тонусе, потому что ты лицо своего канала. То есть это очень тоже большой плюс, о котором я не сказала. Так вот, результат приметы магнитного рекрутинга придёт не сразу. Он такой немножечко отсроченный, но он всегда будет очень приятный. И первые результаты нужно отслеживать не в количестве регистраций, которые к вам придут, и вообще не в регистрациях, а нужно отслеживать в количестве подписчиков на ваших ресурсах, в количестве охватов, просмотров ваших видео, потому что именно должна сформироваться вот эта критическая масса по количеству людей, которые заинтересованы в вашем контенте, которые подписываются на вас, чтобы смотреть вас, ваш контент, получать полезную информацию с вашего ресурса. И это тоже результат. Если вы видите, что опубликовали видео, допустим, и ноль просмотров, такого вообще, в принципе, быть не может, значит, вы что-то делаете не так. Потому что если вы элементарно прошли обучение, ну, во всяком случае, у нас в команде есть такое обучение для партнёров, и если вы взяли эту информацию, элементарно хотя бы какие-то стали брать, пусть даже не всё обучение, а хотя бы какие-то моменты из него, то уже видео пойдёт в просмотры. У меня есть партнёра, девочка, у неё на канале около 300 подписчиков, то есть 400 с плюсом. И представляете, она как начинает публиковать видео, они у неё выстреливают, у неё одна, две, три тысячи просмотров и более на видео. То есть человек всё делает правильно, просто дело времени. У неё там есть небольшой затык с контентом и со временем. Она работает на основной работе и просто вот как дополнительный источник дохода использует ещё и сетевой бизнес. Больше даже для себя. Ей просто интересно публиковать вот эти видео, но кто знает, накопится критическая масса в один прекрасный момент и выстрелит её видео, выстрелит её YouTube при условии, что она будет продолжать совершать эти действия в этом направлении. Так что вот большой минус в том, что именно магнитного рекрутинга, что регистрация придёт не сразу. Отдача будет сразу, если правильно всё делать, но отдача будет именно не в регистрациях, а именно в просмотрах, в охватах, в показах видео на канале. А отдача в регистрациях, она будет спустя, может быть, полгода, может быть, несколько месяцев, а может быть, и спустя год. Всё будет зависеть от того, как вы сами настроены на развитие своего канала, как часто вы публикуете видео. Если вы опубликовали одно видео в месяц, это ни о чём. Это пустая трата времени. Если вы публикуете хотя бы на первых порах по 3-4 видео, это уже хорошо. А если каждый день, то ваш канал будет раскачиваться, ну, просто вы сами это почувствуете, и видео всё чаще и чаще будут находиться в рекомендованных. Поэтому здесь всё зависит от нас. Далее, какой ещё минус? Ну, вот я уже озвучила то, что вы должны быть настроены и должны быть ежедневные публикации. Но это работа, это даже не минус. Это работа, как любая другая. А где у вас будет результат, даже если вы будете работать методом спама, там, ого-го, ещё какая работа и сколько времени на это нужно потратить, чтобы создать страницы, чтобы хотя бы элементарно их как-то оформить, причесать немножечко, какой-то контент туда запостить, чтобы создать вот эти там сообщения или голосовые, или текстовые сообщения, переделать их под себя. Ну, если с умом к этому подходить, если не тупо вот брать готовые шаблоны чужие, да, а их если ещё и под себя переделывать, то это время, да. А потом, ну, вы отправляете, начинаете отправлять сообщения, а вас банят, начинаете отправлять, а банят. То есть всё равно нужно набить свою руку, и тоже там не сразу пойдёт результат, и тоже там своя статистика сработает. И вот точно такая же статистика, она сработает и в методе магнитного рекрутинга. Поэтому смотрите, какая рекомендация. Конечно, если вы только начинающие, вот только-только с нуля зелёный новичок, совершаете свои первые шаги. Во-первых, пройти сначала наше командное обучение, это я для своих новичков сейчас информацию даю, а если вы в другой команде, значит, в своей команде пройти обучение. Дальше. Это первое, что нужно сделать по работе именно тем методом рекрутинга, которым вы хотите работать. Если говорить про метод магнитного рекрутинга, то здесь сначала нужно начать с активных методов. Мы рекомендуем использовать метод магнитного рекрутинга, если вы зелёный новичок, только где-то с 6-9%, если у вас при этом есть такое желание, но когда у вас уже за плечами есть хотя бы небольшая команда, когда вы чуть-чуть уже набили свою руку в активном рекрутинге, у вас уже есть информация, вы прошли обучение, и вы можете делиться этой информацией на своих ресурсах. Исключением является, пожалуй, если вы прям вот сильно горите этим методом и хотите с нуля его начать развивать, и готовы вот к таким длительным временным вложениям, временным, то есть временем, что не сразу пойдёт отдача. И вы прям осознанно это делаете, как это в своё время сделала я. И то у меня тогда за плечами всё равно была команда, и опыт уже в сетевом. Ого-го, какой, несколько лет был опыт, которым я могла делиться. То есть у меня за плечами уже что-то было, и поэтому у меня достаточно быстрый старт был на Ютьюбе. У меня первая регистрация прилетела спустя 4 месяца, по-моему, когда я была на Ютьюбе. Я сначала думала, что первые отклики пошли позже. Нет, а потом провела анализ всё-таки раньше. Но у меня был опыт. А, естественно, у зелёного новичка будет чуточку позже. Это отсроченный результат будет, но он обязательно будет. И вот если вы с самых первых шагов настроены на это и видите себя в этом, и у вас есть определённые способности, у вас хорошо развита речь, вы не стесняетесь камеры, вы хорошо разбираетесь в плане монтажа видео, например, в программках хорошо ориентируетесь. То есть вас этому прям вот как зелёного новичка обучать не надо, то у вас дело будет продвигаться быстрее. И прямо с первых шагов вы можете взять этот метод рекрутинга себе на вооружение и развиваться в нём. И тогда просто как путь новичка показывать себя, позиционировать, вот чтобы люди, ваша целевая аудитория уже начала наблюдать за вами с самых первых шагов, как только вы начали их совершать, да, и, соответственно, вести свой ресурс, свой канал, как дневник новичка, сетевика. И это будет тоже интересно. Ну а вообще, конечно, сначала лучше активные методы используйте. И мы действительно обучаем активным методам работы онлайн, но не методом жёсткого спама, а методом именно такого интеллектуального подхода к работе со своей аудиторией, как найти эту целевую аудиторию, что с ней делать, как с ней коммуницировать. Вот это мы всему обучаем и предоставляем необходимые инструменты. Далее. Ещё какой может быть минус? Первое, значит, время вы поняли, необходимо выделить, причём значительно, я вам ещё сказала про то, что придётся много силы, энергии и времени сначала вложить в это дело. Это тоже, с одной стороны, минус. И ещё один из минусов – это то, что невозможно как-то управлять этим процессом, да. Вот если вы работаете методом активного рекрутинга, у вас уже наработалась определённая статистика, то есть, допустим, вы понимаете, что вы разослали 300 сообщений, и у вас с этих 300 сообщений придёт там 2-3 отклика, да. То есть, вы это понимаете. Чтобы разослать 300 сообщений, вам там нужно, допустим, 2-3-4 часа работы, там всё индивидуально, да. Кому-то может быть и 30 минут, у кого рука набита, а кому-то, естественно, больше потребуется времени. И вы понимаете, что будет вот такая-то отдача. То есть, вот эта статистика, её можно как-то регулировать. Если вам нужно большее количество откликов, вы отправляете не 300 сообщений, а 500, например, сообщений, да, и так далее. То есть, это такой относительно контролируемый процесс. И по статистике тоже здесь можно с этим разобраться. А вот в случае магнитного рекрутинга вы не знаете, в какой момент созреет ваша аудитория, в какой момент у человека, вот знаете, щелчок вот такой произойдёт в голове, что да, я тоже так хочу, а что я сижу-то, мне это интересно, да, и я хочу попробовать. И это может произойти вот абсолютно неожиданно и в любой ситуации. И я сама как наставник этот процесс регулировать в какой-то степени не могу. Но в какой-то степени и могу. Потому что я вот обратила внимание, что когда я делаю публикации на своём канале каждый день, каждый день у меня выходит видео, то каждый день ко мне подписывается всё большее количество людей на мой канал. То есть я могу контролировать охваты. А чем больше охватов, тем, соответственно, больше новой аудитории приходит, и, соответственно, тем выше вероятность того, что человек, новый человек придёт в команду. Поэтому это вот есть такой момент отрицательный. Но на самом деле, опять же, если всё держать под контролем, если понимать, зачем ты это делаешь, и понимать, сколько, какие действия нужно совершить для того, чтобы получить результат, и сколько времени в это нужно вложить, хотя бы примерно, то, соответственно, результат он обязательно будет. Про активные методы сказала, про охваты вам сказала, про все минусы вам рассказала. В общем-то, вот это основное. Всё остальное – это один большой плюс. И мне очень нравится этот метод, потому что реально гораздо приятнее, гораздо интереснее мне самой работать уже с более подготовленной аудиторией, которую не надо прямо с самого нуля обучать. И порой человек, вот, допустим, льготный покупатель, он зарегистрировался как льготный покупатель, совершал покупки, потом в какой-то момент наблюдал за мной, созрел и говорит, да, я хочу, можно? Ну, конечно, можно. В любой момент вот этот вот путь перехода из-за льготного покупателя в предпринимательское русло, он возможен. И, естественно, я такого льготного покупателя подключаю к нашему обучению, но не всегда бывает так, что льготный покупатель проходит это обучение. Иногда, знаете, прошёл первый урок, второй урок, и потом вижу, что как-то интерес у него спал, чувствую по его ответам на контрольные вопросы, что ему как-то и не очень это интересно. Может быть, он не сильно любит обучаться, как-то неглубоко, по верхам берёт информацию. Я понимаю, что, ну, с таким подходом, с несерьёзным подходом большого результата не добиться. Конечно же, я об этом сразу говорю, что либо мы меняем подход к этому делу, да, ну, либо вы имеете то, что вы имеете. Потому что для того, чтобы иметь серьёзный результат в бизнесе, для того, чтобы стать хотя бы директором, выйти на уровень дохода от 30-40 тысяч рублей, тут действительно нужно вкладывать время своё, вот именно осознанно выделять время, ну, не менее 80 часов, понимаете. Вот точно так же, как на обычной работе по найму. Только там вы работаете на кого-то, а здесь вы работаете на себя. И зона ответственности при работе такой на себя, она гораздо выше, потому что здесь никто вас утром не будет. Вы сами встаёте. Во сколько вы встаёте? И что вы делаете в течение дня, это вы сами планируете. Вы сами себя поднимаете. Вы сами себе прописываете планы и совершаете действия, выполняете вы эти планы, не выполняете вы эти планы. Это всё зона вашей ответственности. И это сложно на самом деле. Это гораздо сложнее, нежели на работе по найму. Когда за вас решают уже всё руководство, да, то есть вам готовы уже какие-то варианты и временные рамки вам поставлены, никуда не денешься, да. А здесь же и лень может сработать, если ты на себя работаешь. А там нет, лень не срабатывает. Понимаешь, тебе с утра пораньше, в 6 часов или ещё раньше, да, два часа и там минимум трясёшься в этом общественном транспорте вонючем, извините, ну, слава богу, что сейчас у нас всё-таки транспорт более-менее стал, но всяко разное бывает, да. И в жару, килька в бочке, в автобусе едешь, это, ну, жутко некомфортно. Ну, и прессинг руководства, начальства на работе, это тоже не всякому нравится. Я вот, например, люблю свободу. Я ненавижу, когда мне говорят, делай так, делай так, делай так. Я люблю подключать всегда творчество, а творчество – это свобода, это свобода мыслей в том числе. Я люблю какие-то идеи генерить, я люблю реализовывать эти идеи, да. И я не люблю, когда мне говорят, вот делай так и больше никак. Ну, вот это не моё. Поэтому сетевой бизнес мне предоставляет такую свободу действий, и поэтому он мне нравится. Но каждый выбирает своё, да. Кто-то выбирает работу по найму, но опять же, до какого момента у вас будет работа по найму, и на какой уровень дохода вы сможете выйти максимально? Ну, пусть 100 тысяч рублей вы будете зарабатывать. А когда уйдёте на пенсию, какой уровень дохода у вас будет? Пусть 12-15 тысяч рублей, ну, не более того. Ну, пусть там 17 тысяч рублей, до 20 в любом случае. В общем, здесь каждый из нас выбирает сам. Я свой выбор сделала, и в том числе в плане методов рекрутинга тоже сделала свой выбор, хотя я сейчас всё чаще смотрю в сторону активных методов, потому что, конечно же, я хочу гораздо быстрее развиваться в бизнесе, чем имею на данный момент из тех возможностей, которые я реализую. У меня гораздо больше возможностей, которые я могу ещё реализовать и ускорить процесс развития в своём бизнесе, да. Поэтому каждый из нас выбирает по себе, по плечам, да, по своим возможностям, способностям и по своим интересам прежде всего. Главное, чтобы у вас было желание, чтобы горели глаза, чтобы они не были потухшими в нашей работе. Это очень важно. Главное, чтобы вы делали любимые действия, занимались любимым делом, а не тем, к чему вас принуждают, да. Если для вас, конечно, важно, чтобы вас кто-то погонял, ну, это, опять же, вопрос выбора. Ну что ж, буду завершать это видео. Если оно вам было интересно, полезно, конечно же, ставьте лайк под этим видео. Если не подписаны на мой канал, подпишитесь и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать извещение, когда у меня на канале выходят новые интересные, полезные видео в смысле сотрудничества с компанией «Фоберлик», в смысле организации бизнеса, сетевого бизнеса и так далее. Потому что на своем канале я делюсь полезной информацией, своим практическим опытом, как я работаю, что я делаю, что мне приносит результат, и много у меня видео, касающихся методом магнитного рекрутинга. И, конечно же, у меня для вас предложение, для тех из вас, кто еще не определился, смотрит сторону сетевого бизнеса, кто думает, а заняться, не заняться, стоит, не стоит. Ну, однозначно, если такие мысли вам пришли в голову, то стоит. И приглашаю вас в нашу команду «Фоберлик Реалити». У нас созданы для наших партнеров все необходимые условия для того, чтобы качественно стартовать в этом бизнесе, для того, чтобы получить результат. Я, как наставник, всегда сопровождаю всех своих партнеров, независимо от того, на что пришел человек. Пришел он как льготный покупатель, или уж тем более пришел он как бизнес-партнер. Конечно же, я всех сопровождаю в бизнесе, предоставляю необходимую информацию. И в плане сотрудничества, в плане сопровождения своих бизнес-партнеров здесь уделяю максимальное количество своего времени при условии, что партнер заинтересован сам в развитии своего бизнеса, что он сам активен. Ну и вот на этой ноте говорю вам всем пока. Пишите обратную связь в комментариях, если вам есть что сказать или задать вопросы. Постараюсь на них ответить. И увидимся с вами в новых моих видео. С вами на связи была Татьяна Кузьмина. Субтитры создавал DimaTorzok